Я и Отец одно, то что ты провозгласил тогда на Хануку, Боже всемогущий, записано в 10 главе Иоанна, в 30 стихе, я и Отец одно, сегодня, Боже, миллионы и миллионы верующих на этой земле, погружаясь в твою сущность, в твою любовь, провозглашают, воспевают, воздыхают, воздыханиями нечленораздельными и провозглашают, я и Отец одно, я и мой Бог, мы одно целое, великая тайна Бога человечества, спасибо тебе, Господь, за все, аминь, 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 аллилуйя. Итак, Эдуард пишет, вы посещаете храмы православные, конечно, я посещаю вообще и дома молитвенные, и храмы православные, и инославные, и католические костелы, и кирхи лютеранские, проповедую везде и провозглашаю великое имя Твое, аллилуйя. Вы чувствуете там присутствие Иисуса, радость? Если во мне Иисус, то эту радость я чувствую везде, если нет, то ничто не поможет, даже самый золотой из золотых храмов, даже вас там помести в базилику святого Петра в Ватикане, или, допустим, там, допустим, храм Христа Спасителя в Москве, или здесь Софийский собор, допустим, много прекрасных храмов, но на самом деле это все так, чисто человеческое такое наименование, храмы, костелы, молитвенные дома, на самом деле это лишь здание. Молитвенный дом настоящий и храм, это вот, храм Божий свят, а этот храм мы, верующие, возрожденные, слава Богу, аллилуйя, когда стоит креститься и как мы храм, да, аминь, мы храм, креститься. О крещении я учу, можете посмотреть на моем канале, здесь баптизм и педобаптизм, значит, я рассуждаю о баптизме и педобаптизме, и о крещении во имя Иисуса Христа, или еще раз о крещении архиепископа Сергея Жуалев, там найдете эти видео, там я подробно рассказываю. Вот, я не педобаптизм, я отказался, я крещу взрослых, поверив во Христа Иисуса. Ну, это не суть важно, самое-то главное, погружаться в самого Господа, Бога Всемогущего, без этого, хоть тебя крести даже прямо на Иордане, прямо в том месте, где сам Иисус крестился, с полным погружением, все, с обещанием служения, обещание доброй совести и прочее, прочее. Это, понимаете ли, все человечество, а божество, это погружение в нашего Господа, в нашего Спасителя, Искупителя, вот это и есть, собственно, крещение, пропитывание им. И сегодняшнее тоже видео, посмотрите, сослужение в нашей церкви, я как раз рассказываю также об аптизе, о погружении в нашего Господа и пропитывании нашим Господом, Аллилуйя. Настоящее крещение, это не просто обряд твила, допустим, как в еврейской традиции называются, да, от омовения, допустим, да, в разных религиях это практикуется, но Иисус имел в виду не просто там религиозное погружение определенное, да, с определенными обещаниями там или пожеланиями, не-не-не, это чисто религиозное представление, наши такие политические, религиозные. На самом деле пребывание в нем, Христос в нас, Эммануэль, вот это слово я сегодня как раз провозглашал, буквально выпитый и съеденный нами Бог, буквально растворенный в нас Бог, а мы в нем растворенные, пропитанные, он пропитался нами, а мы пропитались им. Вот Эммануэль, это буквально не просто с нами Бог, с нами Бог это Этануэль, а Эммануэль это буквально Бог частью меня ставший, а я частью его ставший. Он во мне, а я в нем. Это и есть Новый Завет. Благоставляю всех вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки Авы. Пусть Бог благоставит вас всех, возлюбленные во Христе Иисусе. Благоставляю священническим благоставением. Благоставляю всех вас, благоставляю Израиль, благоставляю Иерушалаем. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благоставляю священническим благоставим. Гамашиах. Иешуа Машихейну. Во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама Исаака Израиля. Бог патриархов и пророков. Отец наш сущий на небесах. Да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови народ свой миром, благослови сегодня всех нас, благослови по богатой своей милости своим отцовским любящим благословением. Посети виноградник сей, насажденный Твоей рукою, и благослови виноград сей. Да принесем много плода, и тем самым прославится имя Твое Божие, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, с миром Божьим, шалом всем, мир Божий всем вам. И по утрам подключайтесь в 6 утра по киевскому времени на трансляцию прямую с утренней молитвы в нашей Киевской архиепископии. Божьей милостью из Киева, с любовью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Иисусу слава, Иисусу слава, луная песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Вся земля так довго на цей день чекала, Коли лине з неба чистий сильний дощ, Коли сонце правди порозгонить хмари, Коли пісню счастья заспіває хтось. И цей день на решті до нас увірвався. Він приніс нам віру в светле майбуття. Через свого Сина, Всемогутній Батько, Нам даруй ряки вечного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вильно Украина. Люди Украины, поднимайте руки, прославляйте Сына, Вин единый Бог. Вин своєю кров'ю розірвав кайдани, Вин достоин слави, Иисус Христос. Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над схилами Днепра. Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вильно Украина. Иисусу слава, навеки, навеки. Иисусу слава, навеки, навеки. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь, аминь, аминь. Тоже пишут здесь, вот тоже, аминь, храни вас Господь, кифа завтра будет. Да, завтра он будет, но я говорил об этом выше, что он на утреннюю молитву не успевает. Его поезд приходит только в 9 с чем-то там, около 10. Поэтому он будет у меня, ну, часа, может, в 11 мы включимся уже. То есть мы где-то в обед сделаем прямые включения такие. Не расстраивайтесь, если не получится у вас в обед подключаться, тогда уже, ну, в записи посмотрите, потому что все будет сохранено. Вот, наше общение, молитвы. Даст Бог еще и наш благочинный будет завтра священник, протеерей, отец Алексей Прошак. Так что слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословляю всех вас во имя Господне. Аллилуйя. Аллилуйя.